...Антон Первушин, он автор порядка, наверное, 30 книг общей сложности о космосе и вокруг космоса. Полагаю, что они друг друга немножко дублируют, но это как разного рода филологические студии, ну, такие поп-филологические на тему описания покорения космоса и космоса в литературе в разных периодах. Так, собственно, и вот непосредственно у него есть книжка по истории космонавтики, по полету Гагарина, а вот эта безумно смешная книжка, где он описывает, а потом разоблачает самые разные мифы о космосе, включая, ну, там понятно, что есть лунный заговор, а есть, оказывается, безумцы, которые считают, что Гагарин в космос не летал. Все это Первушин описывает с большим остроумием и опровергает. Из той же серии книга Виталия Егорова, это довольно известный популяризатор космоса под псевдонимом «Зеленый кот», у него ЖЖ был, по-моему, сейчас не знаю, где он основал его площадку на написании, вот это тоже книжка из этой же серии. Он описывает все мифы, связанные с полетом на Луну и лунным заговором, и их разоблачает, объясняет, что никаких заговоров не было. Поехали дальше. Том Вулф «Битва за космос», вот этот вот прекрасный дядечка в белом, он всегда ходил в белом, великий американский писатель Том Вулф, у него есть как бы прозаические книги, а есть книги именно научных, ну, нон-фикшн, да, вот он, собственно, один из создателей такого партия, как у него журналистика. Вот это история американского, история «Битвы за космос» с американской стороны, ну, там, не знаю, где описывается, как, начинается с того, что вот уже середина 50-х годов, понятно, что пора лететь в космос, но ракеты падают, самолеты падают, летчики, значит, даже если выживают, то все равно, значит, с переломами и с прочим. Отдельный момент, это, конечно, показанный изнутри шок, который испытали американцы от полета даже не сколько Гагарин, а сколько Титова, вот почему-то суточный полет Титова их особенно поразил, там есть прекрасная сцена, как все воображали, ну, паникеры воображали, что космонавт Титов идет по орбите и как сеятеля расспрасывает над Америкой водородные бомбы. Вот, поехали дальше. Митя Укаку, книг безумное количество, все немножечко повторяют друг друга, ну, вот, например, если читать, то, наверное, все-таки не все, а одну, ну, потому что ты понимаешь, что прием один и тот же, вот конкретно, например, вот физику будущего, ну, что делает Аку-каку один из самых, наверное, популярных и дорогих с точки зрения ценников, гонораров современных американских популяторов науки, значит, вот он, по сути, берет разные образы будущего из кино, из комиксов, из мультфильмов, из сериалов и объясняет, что возможно, телепортация, что возможно, что, в том числе, возможно сейчас, ну, там, телепортации нет, а, например, костюм-невидимка гипотетически уже есть работающая версия, да, то есть у тебя вот тут камеры, там экраны и как бы, то есть, ну, наоборот, там, да, смотрят сквозь тебя. А, там, телепортация, вот есть эксперименты уже, да, но кроме фотонов пока ничего не телепортировали, да, а, там, я не знаю, машина времени, нет, вот. Ну и, наконец, наверное, последняя книжка, это цикл книг, очень известный американский фантаст Ким Стэнли Робинсон, у него есть, так называемый, марсианский цикл, где он описывает, как люди колонизуют и терраформируют Марс, бесконечно рефлексируя на тему того же, что они делают, походу, поскольку книга начала писаться в начале 90-х, то там присутствует весь спектр хороших русских, собственно, один из, наверное, самых положительных персонажей зайдется Аркадий Богданов, что является намеком на Александра Богданова, нашего замечательного фантаста, романа «Красная звезда» и человека, который верил, что можно переливать кровь от одного человека к другому для омоложения, и так в это верил, что умер, переливая сам себе кровь в качестве эксперимента. Вот в трилогии, даже там есть квартет, потому что еще четвертая часть рассказов, вот у Робинсона один из самых положительных персонажей зайдется Аркадий Богданов, он анархист и просто хороший человек. На всем я заканчиваю, завершаю я демонстрацию экрана и передаю слово, ну, например, Каше. Костя, спасибо большое. На самом деле я хочу сказать, что у тебя потрясающая подборка книг была, абсолютно. И, наверное, если бы я не работала в музее, я бы примерно такую же подборку сделала, чтобы максимально это все охватить. Хочу прокомментировать несколько моментов, которые ты сказал. Во-первых, по поводу Виталика Егорова, Зеленого Покота. Просто для информации сейчас самая основная площадка, с которой он работает, это его сообщество ВКонтакте «Открытый космос». И тем, кому интересно, я приглашаю, потому что Виталик действительно очень профессионально, очень глубоко ведет это сообщество, крайне интересные материалы публикует. Второй момент, который я хотела сказать по поводу книги Криса Хэтфилда. Наверное, у многих история вообще книг про космос начиналась именно с этой книги. И ты сказал о том, что как раз он пишет, что какая-то мельчайшая деталь, мельчайшая помарочка может не пустить космонавта в космос, собственно, в полет. А я тебе хотела сказать, что вот когда мы говорим с космонавтами, и каждый раз, когда я их спрашиваю, а боятся ли вообще чего-то космонавты, потому что кажется, что космонавты – это абсолютно бесстрашные люди. И они говорят «да». Есть один момент, которого все космонавты очень сильно боятся. Это момент, когда ты уже находишься внутри спускаемого аппарата, ты сидишь вот в этой вот капсуле, и сейчас должен произойти старт, и ты боишься, что в ближайшие два часа, пока ты там будешь находиться, тебе скажут, что твой старт отменен. Вот это вот самое страшное. Это вот просто вдогонку к тому, что ты сказал. Насколько я понимаю, теперь моя задача – представить какие-то книги про космос, о которых мне хотелось бы поговорить. И это будет три книги. Я буду говорить о них чуть-чуть подробнее, и, наверное, буду говорить в каком-то таком возрастании именно по возрасту читателя. Первая книга, о которой я хочу поговорить, и эта книга, она написана мной, я не буду скрывать. Это книга про животных в космосе, и если позволите, я тоже сейчас небольшую демонстрацию экрана сделаю, чтобы показать тем, кто нас сейчас слушает и смотрит, иллюстрации картинки. Не знаю, видно ли сейчас что-то. Видно-видно. Видно. Нормально видно или лучше увеличить? Нормально. Нормально. В общем, с чего вообще началась эта книга, и как она называется? Называется она «Первые покорители космоса», и написана она про, собственно, первых именно собачек, которые побывали в космическом пространстве. А началось все следующим образом. Я когда шесть лет пришла работать в Музее космонавтики, я потихонечку стала собирать для себя какие-то интересные истории, которые я слышала от научных сотрудников, от космонавтов, от людей, которые работают в архивах, от людей, которые работают у нас в фон. И вот постепенно я так собирала, собирала, собирала эти истории. Они у меня как-то книга, это называется «Королёв. Горизонт событий. Нежные письма сурового человека». Собственно, вот она. Это полностью переизданная переписка главного конструктора Сергея Павловича Королёва со своей супругой Ниной Ивановой. Абсолютно невероятная история. То есть вот если вы хотите узнать про личность главного конструктора, про личность человека, который запускал все первые наши космические аппараты, то эта книга та самая, которую нужно читать. Так, теперь ещё одна книга, о которой я хочу рассказать, и о которой, кстати, Кость, я думала, что скажешь ты, ты не сказал. Эта книга написана дважды героем Советского Союза, лётчиком, космонавтом Виктором Петровичем Цивиных, и называется она «Записки с мёртвой станции». Невероятная книга, которая в своё время меня увлекла. История про то, как два наших космонавта, собственно, Виктор Савиных и Владимир Дженебеков, отправились к заброшенной, мёртвой, законсервированной космической станции «Салют-7», которая находилась на орбите. И им впервые можно было постыковаться к этой станции, абсолютно вообще не понимая, как стыковаться к станции, где нету других людей. То есть станция была неуправляемая, станция была заброшенная. Настолько это вот прям читается, она хоть и написана больше таким техническим, каким-то дневниковым языком, хотя там в какой-то момент появляются личные восприятия космонавтов, происходящие с ними, но настолько это читается захватывающе, настолько это читается интересно. В завершение просто расскажу историю одну из этой книги. История про шапочку. Сейчас я даже покажу фотографию космонавтов со станции. Вот эта фотография. Виктор Петрович Савиных и Владимир Александрович Дженебеков находятся на станции, уже после того, как они к ней пристыковались, на станции «Салют-7», и вы видите, что они в шапочках. А история следующая, что когда космонавты отправлялись в этот полет, супруга Виктора Петровича перед полетом подошла, собственно, к своему мужу, держа в руках две шерстяные шапочки и сказала, «Виктор, возьми с собой». Он говорит, «Зачем мне шапочки в космосе? Я в космос лечу. Зачем мне вот эта вот вязаная история?» И оказалось, что когда космонавты пристыковались в станции «Салют-7» и зашли уже в этот модуль, оказалось, что на станции было так холодно, она была просто покрыта практически вот этим вот ледяной корочкой. И шапочки, которые супруга дала на земле, очень сильно пригодились. Кстати, сейчас одна из этих шапочек находится в экспозиции нашего музея. Она уже в фонде нашего музея, ее можно увидеть. Напомню, что книга эта называется «Записки с мертвой станции» и тоже очень ее советка. И сейчас, насколько я понимаю, у нас время бежит, поэтому мне нужно передать… «Салют-7», да? «Салют-7», да. По ней экранизация фильма, по-моему, была. Абсолютно точно. Мы делали премьеру у нас в музее, и космонавты тоже были в гостях. Есть вопросы к фильму, зато нет вопросов к книге. Могу вне эфира сказать, что я думаю про это кино. Потом. Про фильмы и про фильмы. Да, конкретно про этот фильм. Там есть одно место, которое меня возмутило, но это не про книги и не про космос. Так, давайте к Денису вернемся. Окей, друзья, поскольку у нас есть временной лимит, то в какой-то момент я могу остановиться на полусловии. На самом деле у меня здесь около 20 книг, которые я приготовил. Я вообще хотел сесть напротив всех книг про космос, который я купил за последние, наверное, два года. Но мне нужно было сидеть на полу, это не очень удобно, поэтому я просто ими обложился. Невероятно актуальная вещь, ее можно найти в «Букинистов». Книга двух журналистов, Башко и Городинской, «Год вездолете». Советская книга. Почему она актуальна? Потому что мы ждем очередного закрытия, по крайней мере, в Москве в связи с коронавирусом. Два журналиста провели целый год почти в симуляторе в советское время и описали эту историю очень романтично, как это делали, любили, умели делать в Советском Союзе. Свои физиологические ощущения от изоляции, свою радость по поводу ее прекращения и так далее. Очень рекомендую. Очень хорошая книга, она, видите, не очень толстенькая. Более редкая вещь. Человек, который придумал слово «астробиология», говорил Тихов, наш соотечественник, вот он написал книгу про астробиологию. Вы помните все фразы по поводу садов на Марсе? Вот это попытка реализовать эту мечту, понять, могут ли там быть растения, когда тебе доступны только достаточно неясные астрономические наблюдения. Сейчас мы знаем, что намного больше возможностей и в том числе с помощью марсоходов узнать по поводу того, как Марс устроен, и что растений там нет, но есть, возможно, вода в том или ином состоянии. Это вот такая мечта о том, чтобы сады все же на Марсе росли. Скорее, такое некоторое предвосхищение. Но в то же время мечта, которая соединяется с попыткой поиска научного метода. Как по земным растениям понять, что растения на Марсе или на Венере возможны. Вы все говорили про космонавтов. Мой любимый жанр – это дневники космонавтов. Где-то около 10 книг на русском вышли. Вот книга Валентина Лебедева «Мое измерение». Валентин Лебедев – это такой Аркадий Богданов среди космонавтов. Почему? Потому что он попытался сказать и сообщить правду о жизни космонавтов, причем о жизни такой повседневной, не о героической жизни. И ему было это непросто сделать, потому что во времена советской цензуры многое не разрешалось рассказывать. И выгоден был такой образ героя, образ такого небожителя. А из этой книги, из подобных дневников мы узнаем, «Играет страдания»